МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Союз нерушимый". Такой замечательный солнечный мартовский день выходит по программе Союз нерушимый. Добрый день, 13.05 на часах. Ведут передачу сегодня Азиз Агаев. Да, и Владимир Сметанин. Добрый день, приветствую вас. Вы немножко предыстории сегодняшней программы. Мы обсуждали, чему ее посвятить. Я предложил взять серьезную тему с нашими священниками, которые приходят к нашу студию. Азиз Альич говорит, Володь, какие священники! Весна наступила, на улице прекрасная погода. Да простят меня священники. На носу 8 марта, праздник первый весенний, замечательный. Давай будем говорить о женщинах и будем поздравлять женщин. И правда, весна, солнце. Вот мы, собственно, и решили поздравлять музыкой, и поздравлять сегодня наших замечательных вторых половин, наших мам, бабушек, детей, девочек, в смысле, жен и так далее. И вот у нас сейчас звучит в прямом эфире живая музыка. И у нас... За инструментом. Один из представителей, один из участников азербайджанского музыкального коллектива под названием «Дружба» Рустам Аббасов. Рустам, добрый день. День добрый. Да. Огромный инструмент у него лежит напротив. Сегодня Рустам перешел из национального инструмента азербайджанской гармонии. Он перешел на международный инструмент. Интернациональный. Интернатор, да. И тем не менее, азербайджанская музыка звучит так же приятно ушам. Но я думаю, что мы еще вернемся к национальным инструментам, да. Рустам у нас еще и специалист по тару. Мы надеемся, что он нас где-нибудь ближе к лету порадует игрой на таре. Вот. И у нас... Сейчас будем приглашать... Собственно, ну, не знаю, вокал это, не вокал. Ну, голос, которого мы услышим, и инструмент, на котором он играет, тоже мы услышим. Да. Сейчас у нас вот как раз за дверью настраивает свой САЗ Ашук Халид Мурадов. САЗ, напомним, это струнный народный азербайджанский инструмент. Да, да. Который уже звучал у нашей студии и звучит, конечно же, великолепно. Да, на САЗе обычно Ашуги. Ашук это не просто человек, который поет, но еще и сочиняет одновременно. То есть это поэт-музыкант, скажем так. Причем сочиняет онлайн, вот в то время, когда, собственно, исполняет. Это тоже ведь позволяется, да? И онлайн тоже. Да, да. Ашуги исполняют обычно на САЗе любовную лирику. И, как ни странно, эпическо-патриотические произведения тоже исполняются на САЗе различного рода. Ну, если это можно назвать... Об истории народа, да? Об истории о героическом прошлом. Мы знаем, что у азербайджанского народа, так же, как и у многих народов, героическая история. И вот об этих страницах Ашуги, как правило, поют. Но сегодня мы не будем петь о героических страницах. О героических женщинах мы сегодня будем петь. Да, мы будем сегодня петь и рассуждать, и говорить о красоте, о наших женщинах, о любви, конечно, об отношении к женщинам. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от национальности. Абсолютно, абсолютно, да. Потому что мы же с тобой знаем, что мы-то с тобой точно знаем, что в жизни мужчины, любого мужчины, женщины играют огромную роль. Когда Бог посылал человека на землю или посылает, вот такая есть притча, что тот, кого собрался, Бог посылает на землю жить. Он спрашивал, Господи, так я ведь не знаю, что это за место, что я там делать буду, как я там жить буду. И Бог его, утешая, говорил, что я с тобой посылаю еще ангела. И ты будешь этого ангела называть мамой. Мамой, собственно, та, кто дала жизнь, да? Да, 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 да. Физическую. И вот, собственно говоря, с этого, я думаю, что мы, наверное, это, наверное, первый человек, которого человек в своей жизни видит. Поэтому это первый человек в жизни любого человека, которого хочется, независимо от того, мужчина ты или женщина, поздравить или вспомнить. Вот и с нашим весенним праздником. А, кстати, по поводу, да, по поводу мужа и жены, да, в азербайджанской культуре есть какая-то поговорка аналогичная, как у нас говорят. Муж голова, жена шея, да? Вертит головой. Есть такая поговорка? Есть что-то подобное? Рустам. Как же не признаться? Вертит, Вертит все-таки, да. Я, честно говоря, вот сейчас не припоминаю, чтобы такая поговорка была. Поэтому даже не знаю, как тут муж голова. Нет, по-моему, я вот такой, прямо вот такой. Именно, у нас нет. Вот такой поговорки у нас нет, да, да. Дело в том, что в истории азербайджанского народа женщины всегда играли. То, что мы соглашаемся, это правильно. Очень большую роль, да, да, да. Соглашаемся с точки зрения, с позицией женщины. Мы соглашаемся с этой русской поговоркой. Соглашаемся. Видимо, настройка сразу занимает чуть больше времени, а мы хотим уже музыку. Музыку хотим учесть, в честь весеннего праздника. 8 марта в Азербайджане отмечается, напомните. Как отмечается? 8 марта отмечается в Азербайджане в обязательном порядке. Да, это праздник, люди друг друга поздравляют. Но не случайно, что у нас же общая история. Мы жили в одной стране. День международный. Да. И мы жили в одной стране. И, как вы знаете, что весь советский период мы все отмечали этот праздник. И поэтому, конечно, в Азербайджане отмечается. И в средствах массовой информации. Но вот к нам присоединился Ашик Халид Мурадов, которую мы с нетерпением ждали. Добрый день. Наушники на себя, да. Лучше вот эти. Лучше вот эти. Они как-то комфортнее, удобнее сидят. Итак, Ашик Халид. Ашик Халид, когда Бог посылал человека на землю, Он говорил ему, что я тебе на этой земле сразу ангела даю. И этого ангела ты будешь называть мамой. Сегодня мы уже говорили, что это праздник мам, Жен наших сестер и наших любимых деток, девочек, у кого там есть. Но мы начнем с мамы. И мы знаем, что азербайджанская поэзия и азербайджанская культура Очень много песен посвятила женщине, маме, любимой и девочкам. И давай все-таки сегодня начнем, наверное, с мамы, да? Обязательно. Бери инструмент. Ашик Халид, бери инструмент. И давай будем поздравлять мам и петь им сегодня азербайджанскую песню про мамы и про то, как мы, с какими чувствами относим к своим мамам и как мы хотим поздравить их. А нам мамы. Так. Кто же? Моя мама называется. Моя мама. Да. Самая известная песня? Ну, я думаю, что самая любимая шик Халид. Самая известная, а самая главная, да? Так. Ну и ансамбль «Дружба». Как по-зербайджански звучит «Дружба»? Тост-лук. Тост-лук. Начинаем, да? Танцевать будем, молодцы? Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Егорова 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с вами помним притчу такую, вот есть такая азербайджанская притча, и ее вот как раз перед пением таких песен вот такие мастера... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что делать? Ну вот такие мы любим и мучаемся, как бы видим, когда прекрасных девушек, ну надеюсь, что многим отвечают все-таки девушки взаимностью, да? И вот, значит, девушка, чтобы отвязаться от парня, говорит парню, ну вот если ты принесешь мне сердце матери... Ну как? Ну я вроде как соглашусь. Вот и тише. Что ж она кровожадная-то такая девушка? Ну вот такая притча. Ну я понимаю, что это всего лишь притча, но в каждой притче есть доля истины. Ну парень был влюблен до такой степени, что он, не задумываясь, приходит домой, достает сердце матери и бежит к любимой, по дороге падает, и сердце спрашивает, ты не поранился, сынок? Так что... То есть мать всегда, мать всегда рядом. Да, поэтому мы сегодня поздравляем наших мам, у кого вместе с ними, у кого нет Царства Небесного, и тем не менее мы вспомним, и все равно в этот праздничный день. И хочу всем мужчинам сказать, мужчины, если ваша мама рядом, если ваша мама не рядом, если они живы, не забывайте о них. Обязательно в праздники, особенно весенние праздники, поздравьте, и не только в праздники, не забывайте звонить, спрашивать. Помните знаменитый слоган из 90-х, да? Позвоните родителям. Да, просто позвони, просто позвоните маме, и этого маме будет достаточно, я думаю, ей хватит еще продлить ее жизнь. А в какие моменты принято исполнять вот эту композицию? Ну, день рождения мамы, предположим, да? Можно исполнить? В любой праздник у нас в Азербайджане. В свадьбах тоже. Да. На свадьбах, на Вруз скоро тоже можно, да. Да, никогда про маму не забудем, хоть какой эта компания будет, хоть свадьба, хоть... День рождения. А как-то песня, она тут еще сочетается с какими-то движениями, возможно, еще танец? Танцуют по-другому песню, конечно. Потому что песня-то танцевальная, так и хочется встать. Ну вот, например, хочется человеку, у которого мама жива, чтобы мама вот станцевала с ним. Он приходит к тем, кто, значит, управляет музыкой, да? Музыкантом, да. Ну, ко мне, конечно. И говорит, пожалуйста, вот эту песню сыграйте, и идет, приглашает свою маму вместе потанцевать. Потому что, ну, где ты еще потанцуешь, да, как не на празднике? И вот тогда наши музыканты включают, и человек с большой радостью танцует. Я думаю, что все здесь получают не только положительные эмоции, но много сил для дальнейшей жизни. Это песня, собственно, как и мальчики, так и девочки ее исполняют, да, своей маме? Да, да, да. Не только сыновья. Да, да. Ну, здесь и дело в том, что в азербайджанском языке категории рода нет. Ага. Поэтому песню могут петь как любую песню, там, когда поешь, там категории рода нет. Поэтому не отличается, как бы, песни для мужчин и для женщин. Ну, только по содержанию они могут отличаться. А по грамматическим категориям, да. А, интересный момент. Сколько вы исполняли эту песню за свою карьеру музыкальную? Я хотел поддерживать. Значит, у нас есть такая песня. Рустам Аббасов, да. Да, это он самый. Значит, у нас есть такая песня. Азербайджан Оглэм. Оглэм – это оглы, это мы все знаем, что это. Оглы – это уже понятно. Вот если даже, мало ли вдруг, если девушка споет, но все равно она должна сказать, например, не оглэм, а кзэм. Ну, образно объясняем. Ну, то есть содержательный изменить. То есть, я сын там, да. Ну, можно кусочек этой песни азербайджанной. Майердолусы за Азербайджан. Чтобы было. То есть там девушка поет «я дочь», а мальчик поет «я сын». Я сын. Аглы. Аглы, да. А девочка поет «гзы». Но у нас есть татары же, у них точно так же. Да, читаешь. Да, абсолютно. Это одна семья языков. Похожее. Мы говорили об этом. Да, да. Татарские языки азербайджанские похожи. Вот, например, вот эту песню. Ну, вот кусочек можно там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А если была бы девочка, она бы сказала «Азербайджан, ну, извините меня, пожалуйста, сын Азербайджана, доча Азербайджана». Да, да, да. Когда детишки начинают приобщаться к этим песням, к этой музыке, с самого... Ну, они, понятно, видят, слышат, как родители, как старшие, да, и... Ну, по телевизиону, по радио, на свадьбах, они выходят, танцуют точно так же под эти песни, начинают петь. Ну, как только на всех понимать уже. Да. Так скажут. Даже когда не начинают понимать, они еще на руках у своих, как бы, родителей. Да, да, да. Ручки поднимают, показывают, что якобы они... Да, да, танцуют, там... Эти вот, эти традиции, они стопроцентно сохраняются, вот эти традиционные национальные, да? Да. Потому что мне иногда обидно за русскую культуру. Мы сейчас не поем русские народные песни. Вот мы их не слышим в своих семьях. Ну, это, к сожалению, потому что, если уж пару минут этому, как бы, уделить, то я хочу сказать, что лично мне, я думаю, что и моим коллегам очень нравятся русские народные, как бы, песни. Да. И они гораздо богаче эмоционально и психологически, как хотите, чем то, чего мы сегодня, как бы, слышим иногда, там, какую-то попсу по радио или по телевидению. И, ну, наверное, можно подумать и с этим что-то сделать, потому что те песни, которые... Да, каждый из них вплет, там, Переза, там, Калина или что-то там, там же эмоции, чувства выражаются. И, в том числе, уважение к женщинам. Причем, как я понимаю, да, вот эти же русские народные песни, вот, когда ты их слышишь в детстве, ты как-то их... Она вроде какая-то вот, ну, такое поверхностное восприятие, да, она вроде какая-то веселая, вроде какая-то несерьезная. Да, да. Становясь старше, ты понимаешь, какой смысл там заложен, глубокий. Да, да, да. Так отера берет тебя. С азербайджанскими песнями то же самое? С азербайджанскими песнями то же самое. Но единственное, значит, есть одно отличие, очень существенное отличие, ну, там, отличий много, но существенное отличие в том, что в азербайджанской песне, как правило, в середину вставляется мугам, что сейчас нам мастерски показал Ашик Халид. Это единственная в своем роде музыка, которая вошла в сокровищницу, так сказать, мировой культуры. Мы сейчас можем, собственно, еще раз продемонстрировать. Это только у азербайджанцев есть мугам. А как переводится-то это? Мугам, ну, вот он не переводится. Мугам-мугам. Мугам, название мугам, да. Это, значит, когда поется просто песня, и в середине вставляется мугам, отличающийся по своему, скажем, пению, ведению, звучанию от всего текста. В общем, это музыкальный термин такой, принятый. Да, и в мугаме, как правило, наступает кульминация содержания песни, потому что, ну, очень серьезные воздействия на людей имеют. Можно немножко громче, я думаю. А сейчас нам заходят Ашик Халид. 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 А tray от аходят Ашик Халид. А сейчас нам заходят Ашик Халид. А что нам заходят Ашик Халид. А сейчасオ workouts стоят Ашика Халид реки. А сейчас нам заходят Ашик Халид. А с 것으로 огня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Володя, выходим танцевать? Да, нам мешают, мешают нам провода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это «Мугам» «Музыка» 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 «Музыка»